Итак, друзья, продолжаем эфир, эфир нашего ежедневного двухчасового бизнес-канала. Сейчас время бизнес-класса. Меня зовут Олег Дмитриев, и сегодня в гостях представляю Виталий Шендрик, генеральный директор агентства по управлению репутацией Seriputation.ru. Добрый день, Виталий. Значит, тема, которую мы сегодня обсуждаем с Виталием, как управлять отзывами в интернете. Для тех, кто захочет присоединиться к нашему эфиру, позвонить, либо написать, задать свой вопрос Виталию, я напомню, телефон студии, телефон прямого эфира 6510-99,6, код города 495, сайт компании finam.fm. Это для вас, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к эфиру. Ну что ж, начиная наш разговор, все-таки, если позволите, Виталий, мы сейчас в предыдущем часе с коллегами вашими, экспертами обсуждали итоги Дововского, недавно завершившегося Дововского форума. Ну, дело даже не в итогах, просто попытались понять, что ждет в ближайшее время, а может быть и в среднесрочной перспективе, мировую экономику, и российскую в том числе, поскольку она очевидно интегрирована в нее. Вы, как представитель бизнеса, насколько позитивно смотрите вот с этой точки зрения на развитие российской экономики, например, потому что, ну, нам с вами здесь жить, да, нам с вами работать, и если, так сказать, вокруг все будет не очень хорошо, видимо, и возможностей у нас будет гораздо меньше. Абсолютно согласен. Я, как с точки зрения представителя все-таки бизнеса IT, то есть с точки зрения интернета, информационных технологий, смотрю на будущее с позитивом, то есть вижу много перспектив, но я думаю, в любой отрасли есть много перспектив для людей, которые стремятся к быстрому развитию, к быстрому росту, то есть я не вижу проблем. Ну, а в принципе можно, Виталий, извините, подчеркнуть, что именно бизнес, связанный с такими технологиями, наиболее перспективен, вот можно так сказать? Я бы сказал, что он достаточно рентабелен, вот, выше, чем в других отраслях часто я это вижу, но в то же время он перспективен с точки зрения внедрения новых технологий в развитие. Да, развитие, развитие, да, технологического развития? То есть в любые отрасли появляются новые технологии, и они непременно связаны с IT, в любые отрасли, в медицине, в строительстве, то есть там есть IT. Я понял, спасибо огромное за ваше мнение. Итак, вернемся к нашей заявленной нами теме, как управлять отзывами в интернете. Еще раз повторю, так она звучит. Ну и поскольку вы являетесь директором агентства по управлению репутацией, может быть, стоит с этого и начать объяснить нашим слушателям, да, и поговорить о том, что же за репутация такая в интернете. Да, репутация, есть такой термин, как поисковая репутация, то есть это тогда, когда вы показали уже кому-то либо свою рекламу, а вас уже узнали, и далее у человека есть стандартное недоверие к бренду, ну или, например, к персоне, потому что он ничего, кроме как рекламы, не знает. И после этого он... Я прошу прощения, а реклама ему понравилась при этом? Реклама, конечно, она была красивая. А почему у него недоверие, если реклама красивая? Ну, изначально недоверие ко всему человеку, он боится всего. Всего нового, наверное, да? Всего нового, конечно. Он видел что-то новое, никто об этом не говорит, никто об этом не знает, он видит только рекламу, а вдруг там это обман или... Причем, я прошу прощения, может быть, немножко не в тему, я всегда забавно для меня звучало мнение знакомых моих, да? Которые утверждали, ну, некоторые, которые сказали, все, что рекламируется, особенно там по телевизору, это все обязательно плохое. Ну да, тоже есть такое мнение, что все популярное, все плохое. Потому что все хорошее, его не надо рекламировать, его и так с руками оторвут, да? А вот это не продается, давайте мы сейчас на нее деньги потратим. Это тоже, да, очень сомнительная точка зрения. Ну да, есть и такая точка зрения. Но в то же время, когда человек уже видит вас, он уже вроде как готов купить, но на самом деле-то вы продаете не один на рынке, помимо вас есть еще много других продавцов, и у человека есть выбор. И вот в пользу кого примет он решение положительное, да, то есть у кого он купит, это зависит от доверия, которое вы вызываете у него. То есть есть же такое даже в жизни такая штука, что когда я, допустим, покупаю что-то, даже если в другом магазине это дороже, то я почему-то покупаю именно там. Именно в этом, да. Да, то есть здесь дело не в цене, то есть человек все же не всегда выбирает по цене. Ну, согласен, я согласен абсолютно, но смотри, если мы говорим, вот обсуждаем точнее этот пример, я прихожу в магазин, ну, офлайн, что называется, да, пользуюсь вашей терминологией. Конечно, там помимо ценника есть много других факторов, которые могут мне помочь, да, сделать выбор. Ну, начнем от интерьера самого магазина, от приветливости продавцов, улыбчивости, симпатичная девушка, боже мой, я забыл даже, сколько это стоит, потому что я хочу, чтобы вот именно она мне выбила этот чек. Ну, в общем, там какие-то, естественно, другие процессы, да, происходят физиологически. А в интернете ничего этого нет? Здесь в интернете есть немного другая штука. В интернете я вижу различный контент, например, текст, то есть вместо интерьера в магазине я вижу какой-то текст о компании, я вижу какие-то фотографии, видео. В общем, шриф, наверное, очень важный тоже, да, с точки зрения интерьера-то. Важно форматирование этого контента, то есть есть же такая штука, когда много текста, его людям не нравится читать в интернете, они хотят смотреть что-то визуальное, например, фото, дайте им фото контента, видео, дайте им видео контент, и это все заменяет интерьер в магазине. То есть то, что человек увидел про вас где-то в интернете, он будет думать, что это действительно про вас так и есть, особенно если это где-то написано не на официальном сайте. Ну, например, здорово, если где-то на каком-то форуме вас обсуждают, и многие говорят, что вы действительно отличная компания, вы действительно, у вас качественный продукт, и этому будут верить, да, то есть тут как бы не проверить этот момент. И в то же время вот эта штука, она влияет на продажи. То есть если о вас говорят, что вы классная компания, это влияет на вас. Но в то же время по существу всегда найдется на каждую классную компанию другая классная компания. Конечно, еще класснее даже может быть. Да, абсолютно согласен. Поэтому здесь нужно думать о том, что люди находят о вас в интернете. То есть, допустим, я уже знаю, у вас есть какой-то продукт, я набираю в поисковой системе Яндекс, Гугл, Рамблер, еще какой-либо иной, и смотрю, что же я сейчас вижу, что говорят другие люди. И в зависимости от того, что говорят люди, я уже буду формировать свое мнение. И если первое, что я увидел, это что-то плохое, негатив, да, возможно, там, увидел плохие фотографии, особенно радует такая штука, когда строители... В кавычках радует, да, я так заулыбался. Когда строители, например, построили жилой классный комплекс, они, эти строители делают фото на свой мобильный телефон, а потом выкладывают в интернет в виде официальных фотографий таких. И вот как человеку, который сидит по ту сторону монитора, понять, что это действительно классный жилой комплекс? То есть качество фотографии абсолютно не соответствует, да, конечному продукту. Об этом уже речь, да? Да, первое, чем любит человек, это глазами. То есть ему нужно сначала, чтобы это было, красиво выглядело, а уж там он, если это ему понравится, он дальше будет разбираться, что там. То есть если красивые фотографии жилого комплекса, то человек хотя бы приедет на посмотреть. То есть как там, что там выглядит. А если изначально он видит, что что-то плохое, изображение кривое, не так сделано, да, есть такое понятие профессиональное фото. Поэтому если человек видит там что-то некрасивое, то он даже не позвонит, не приедет, не оставит заявку и так далее. Логично. То есть важно, что он видит в интернете. Виталий, можно сказать так, что вот эта самая репутация, ну о ней мы говорим, примерно понятно, да, уже о чем речь, она очень субъективна все же. Да, то есть здесь есть такой момент, что люди по-разному воспринимают информацию. Одну и ту же причем, да? Да, одна и та же информация может воспринять людьми быть по-разному. То есть задача какая? Найти некий универсальный такой подход, чтобы на разного пользователя она действовала позитивно. Ну задача такая. Да, и здесь же нужно не построиться под каждого, да, поэтому нужно примерно понимая, что когда пиар-менеджер готовит какой-то контент, он размещает его где-то либо в интернете. И этот пиар-менеджер зачастую не задумывается, где он его размещает. То есть, ну как пиар-менеджер, часто вижу такую ситуацию, ему начальство дает задание там разместить столько-то там пресс-релизов в месяц. Например, там 15 пресс-релизов. И он так с гордостью где-то там их размещает, но он не задумывается о том, как влияют эти пресс-релизы на восприятие этой компании, не задумывается о том, а найдутся ли эти пресс-релизы потом. Просто он размещает где-то в интернете разово, и дальше он непонятно, что с ним происходит. А пресс-релизы, информация, посев информации, которая делается пиар-менеджером или сотрудником компании, она должна работать постоянно на компанию. Особенно это, что может работать. Например, на форумах, предположим, есть какой-то строительный большой портал, большой форум, там обсуждают различные темы. И на этих форумах же есть и популярные темы, а есть, ну, непопулярные. Людям они неинтересны. И вот в популярные темы, естественно, больше просмотров. Соответственно, если там упоминать свою компанию в каком-то либо ключе, то эту тему будет просматривать и просматривать ежедневно. Виталий, спасибо. Сейчас новости, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Тема сегодняшнего эфира «Как управлять отзывами в интернете». И у меня в гостях Виталий Шендрик, генеральный директор агентства по управлению репутацией seriputation.ru. Для вас, уважаемые слушатели, я напомню, телефон прямого эфира 6510-99,6, код города 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями. Ну что ж, Виталий, продолжим. Примерно понятно, из чего складывается репутация, да? Наверное, есть смысл поговорить уже, как ею можно управлять, да, как можно влиять. Да, да, совершенно верно. Репутация складывается из каких-то мелких деталей, то есть из упоминаний компании в каком-либо контексте, и все зависит от контекста. Если в зависимости от контекста будет по-разному воспринята информация. И вот если говорить о поисковой репутации, то очень важным моментом являются отзывы, то есть то, что находят по запросу в поисковых системах, например, название компании — отзывы, название товара — отзывы. И то, что люди читают, влияет на их восприятие об этом товаре, они рассказывают об этом потом друзьям. Например, человек ничего не знает о тренажерах каких-то, но он прочитал, что в интернете пишет плохо про этот тренажер, и, соответственно, всем своим друзьям он будет рассказывать про то, что этот тренажер плохой. Хотя, может, он никогда... Это как с айфоном происходит. Например, есть люди, у которых никогда не было айфона, может быть, у них никогда его не будет, но они всем рассказывают, что айфон — это супертелефон. Ну, потому что они начитались, насмотрелись, и кто-то рассказал. Да, то есть они живут в этом информационном поле. Соответственно, компания должна создавать о себе такое информационное поле, в котором будут жить ее потребители, жить ее клиенты. И один из мест, где нужно создавать, — это как раз-таки интернет. И в интернете именно в поисковых системах. То есть когда я пострелил рекламу, у меня есть недоверие, я пошел в интернет, почитал отзывы, и если там много хороших отзывов, они естественные, то есть может быть и негативные. То есть здесь это один из таких моментов, что если только один позитив, это тоже плохо. Это так же плохо, как только один негатив. То есть это сразу напрягает, да? Кажется, что это не совсем объективно все-таки. Идеальных компаний-то нет. Подставные казачки сразу, да, там собрались. Есть такой момент еще, кстати, вот многие могут думать, что отзывами о себе в интернете занимаются только компании, у которых плохие услуги, плохой товар. То есть им нужно как-то это все вычищать, убирать. На самом деле, по статистике наших клиентов, это компании, которых мы обычно видим по телевизору, это большие бренды, у всех они на слуху. И вот в первую очередь такие успешные компании занимаются отзывами о себе. Потому что есть такой момент, что человек, когда доволен, он в интернет не пойдет писать, что «Ой, я доволен, я купил, все так здорово, всем рекомендуют». А, кстати, скорее всего, да, действительно. Так не происходит. А вот когда человеку что-то не понравилось… Ему надо где-то выплеснуть это, да? Да, и вот он идет в интернет абсолютно анонимно выплескивать. Соответственно, получается в итоге такая картина, что, например, у компании тысяча довольных клиентов, но у нее есть 10 недовольных, и вот все эти 10 напишут негатив. Соответственно, мнение будет уже такое, что у этой компании только одни недовольные клиенты. Но на самом деле это не так. Поэтому с этим нужно делать. И вот что касается, как с этим можно бороться, один из способов – это свои собственные… разработка собственных площадок, например, сайтов отзывов своих. Например, вот если даже с бесплатных вариантов, да, начать каких-то, есть много разных вариантов. Например, использовать группу ВКонтакте. Да, почему бы не сделать группу ВКонтакте брендовую, оптимизировать ее с точки зрения поисковой оптимизации под репутационные фразы и сделать так, чтобы эта группа находилась высоко в поисковых системах. Соответственно, люди там могут высказываться. Конечно, там будут появляться и скептически настроенные люди, которые будут лить негатив. Могут находиться тролли, могут находиться, ну, неадекватные личности. И их всех может вычищать администратор этой группы, так как он владелец. Поэтому не рекомендую публиковать информацию, например, на порталах, где можно комментировать то, что вы публикуете. Потому что это может оказаться высоко в поиске, и, соответственно, люди будут приходить, каждый оставит свое собственное мнение. А комментарий уже не вычистишь, да, в этом смысле? Да, то есть если портал независимый, то комментарий, конечно, не вычистить. Но вот если переходить к вычищению комментариев на независимых порталах, да, есть моменты, может, наши слушатели сталкивались с такими сайтами, как «О работе нет», или «Спр.ру», или «Коммент.жоп». То есть это сайты большие, где есть карточки компаний, описание компаний и где есть рейтинги. Это связано с трудоустройством, правильно я понимаю? Да, да, да. То есть когда сотрудник ищет работу, он набирает, например, в Яндексе название компании «Отзывы сотрудников». Соответственно, он смотрит, что же предыдущие люди писали о компании в интернете, и если он видит, что все недовольны, что там руководство плохое, зарплата низкая. Условий нет никаких для работы. Не кормят. Курить не разрешают, да, понимаешь, каждые полчаса. Хотя, может быть, это как раз-таки все не так, да. То есть это вот просто мнение, кто-то выплеснул свое, оно может быть ненастоящее, может быть. Может быть, кстати, даже заказным. Но заказных можем позже рассмотреть, заказное. И вот человек, если он увидел позитив, его все устраивает. То есть изначально он увидел вакансию. Он заинтересовался вакансией. Он решил узнать больше о компании. Пошел в интернет, набрал название компании, отзывы сотрудников, отзывы работников, и начал посмотреть. Если ему все устраивало, то, скорее всего, он уже запишется на собеседование, отправит свое резюме. То есть его это будет интересовать. Но если он увидел очень много негатива, что все недовольны, никому сотрудникам не нравится, то такой человек никогда не придет. И, соответственно, работа с отзывами от лица сотрудников позволяет работодателям решать HR-задачи. Позволяет им привлекать больше клиентов. Особенно это актуально. Вот у нас есть в клиентах, например, логистические комплексы большие, где тысячи людей трудятся на таких должностях, как грузчики, водители. И можно было бы подумать, что такие люди не пользуются интернетом. Ну или как минимум какие-то другие цели. Они не пойдут, и будут отзывы какие-то. Я тоже так думаю, что мне кажется... На самом деле они тоже продвинуты, они тоже сидят в соцсетях, они тоже умеют пользоваться поиском. У них даже уже тоже есть айфоны. Поэтому они также набирают отзывы, читают. Если видят, что компания пишет, что про нее плохо, значит, лучше туда не идти, лучше пойти к конкуренту какому-нибудь, о котором не пишут. Соответственно, с этим нужно бороться. И вот если говорить о том, как бороться, вот в Seriputation есть созданная инфраструктура, то есть у нас есть большая сеть, разветвленная сайтов отзывов. То есть это более ста площадок, на которых есть тысячи различных компаний. Соответственно, там оставляются постоянно отзывы. И мы против негатива в интернете. То есть такая маленькая миссия вычищения из интернета негатива о работодателях. Ну, в том числе это заказной пиар. В том числе, конечно, это может быть и действительно какой-то негативный отзыв каким-то действительно реальным человеком. Я подумал о том, да, мы против. Это благородное занятие, конечно. Мы против негатива. Я бы даже здесь уже поставил точку. Зачем нам негатив? Давайте только о позитиве говорить. Но если это объективно, кто-то что-то пытается, да, предубедить что-то, предупредить человека. Ребята, не ходите туда, потому что там вот такие вот есть примеры. Тогда как же получается ваша миссия? Есть такое дело. И часто встречается, когда негативный отзыв был оставлен много лет назад. А это все равно будет влиять на то, какая компания сейчас. Часто же так слышится, что да у нас уже руководство поменялось, да у нас там уже все по-другому стало. То есть вот такие фразы. Ну, оно с реальностью сходится, да. Если компания работает уже десяток лет на рынке, у нее негативный отзыв этот висит там, появился пять лет назад, а она до сих пор из-за него страдает. Ну, как бы зачем ей такое? Это неправильно. Это неправильно, конечно. Да, нужно ей как-то менять эту ситуацию. Ну, а так как знаешь, что позитив обычно не пишут, то ей получается оставаться с этим сидеть отзывом. Соответственно, нужно что-то делать. А у компании самой есть возможность отследить вот эти отзывы? Или просто это слишком трудозатратно? Да, есть возможность отслеживания отзывов, появления в интернете. То есть есть система мониторинга. То есть можно так погуглить прямо в поисковиках, написать «система мониторинга», упоминаний, найти несколько систем. Они все отличаются по цене, отличаются по возможностям. Но суть их одна. Они ищут новые упоминания в интернете. Ну и, кстати, у нас есть у Seriputation такой инструмент, называется Seriputation Alerts. Смысл в чем? Что если вы знаете, что ваша компания обсуждает на каком-то форуме или на какой-то площадке, вы можете просто закинуть эту ссылку в Seriputation Alerts, в сервис, и отслеживать. Робот будет сам смотреть, появляются ли новые комментарии, появляются ли новые упоминания по этой ссылке. То есть если они появились, и как, я так понимаю, слово «алерта», я получаю уведомление, сигнал этого, я получаю, что вот есть. Потому что есть такая штука, как большой поток каких-то упоминаний идет, негативных отзывов или положительных отзывов, и менеджеру приходится каждый раз дергаться, то есть проверять, а появился ли, а появился ли. И чтобы вот так вот не думать о том, что нужно проверять, не помнить об этом, можно просто роботу эту дать задание. Ну это гораздо удобнее, безусловно. Гораздо удобнее. То есть такую штуку можно сделать с помощью инструмента Seriputation Alerts. То есть ссылку на него можно найти на сайте seriputation.ru. Хорошо, Виталий, сейчас мы еще раз прервемся, у нас время рубрики «Вне времени». Слушаем, а потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня говорим об управлении репутацией в интернете. У меня в гостях Виталий Шендрик, генеральный директор агентства по управлению репутацией seriputation.ru. Напомню для вас, 6510-99,6, код города 495, это телефон прямого эфира, и наш адрес в интернете finam.fm. Можете позвонить, написать, задать свой вопрос Виталию. Ну что ж, продолжим, продолжим наш разговор. Да, здесь хотелось бы вот сказать о том, что так как у пользователя сейчас появилась реальная возможность говорить свободно в интернете, так как мы знаем, все анонимно, то есть это раскрепощает человека, он пишет везде свои мысли, свое мнение, и никто это ему не запрещает делать. Компании реально озадачивались тем, что говорят о них в интернете. И, конечно же, многие компании пытаются купить удаление информации, в которой они не заинтересованы, и действительно такая возможность существует. То есть можно заказать удаление отзывов негативных на тех или иных сайтах, но не всегда это работает. То есть на той же стороне тоже есть вебмастер, тоже есть администрация, и там могут не идти навстречу, так сказать. А по какой причине они там не пойдут навстречу, если им деньги за это предлагают, как минимум? Да, у них есть такая хорошая причина, как таким образом они могут подорвать доверие их аудитории к своему ресурсу. Опять по той же причине, да, я зашел, видел там только позитив. Но это какой-то, наверное, левый сайт, потому что все проплачено. Или другой пример. Был негатив, я как постоянный посетитель этого сайта видел этот негатив, а его раз и удалили. И я так сразу понимаю, опа, значит, кому-то кто-то где-то проплатил. Но такая возможность существует, однако не везде. И если говорить там о цене, когда за удаление примерной ориентиры, за удаление там негатива, то это можно говорить в среднем это 100 долларов за один удаленный негатив и 1000 где-то долларов за удаленную страницу с большим количеством негатива. То есть это чтобы ориентироваться в ценах. Но некоторые большие уважаемые проекты, они заувалированно берут деньги, то есть они не берут напрямую деньги за удаление негатива, они берут деньги, например, за платный аккаунт, в котором, если представитель компании купит этот платный аккаунт с помесячной оплатой, то будет иметь возможность модерировать отзывы. То есть вот таким путем непрямым, так сказать, большой проект продает возможность удаления негатива. Ну или другие варианты, например, на Ел.ру, если говорить о сайтах, тоже большой сайт отзывов, у них в прайсе есть другая услуга. Они могут поднять за деньги какие-либо отзывы вверх на странице. Соответственно, компания может заказать, но они не говорят в прайсе, что это положительный отзыв поднять или негативный. Они просто говорят, ребята, вы можете поднять любой отзыв за деньги. Соответственно, компания же не будет заказывать поднятие негативного отзыва себе. Она только позитивный закажет. И таким образом позитив будет вверху, негатив внизу. И, в принципе, таким образом косвенным тоже большой проект принимает деньги за решение проблем с негативом. А, соответственно, позитивный отзыв или негативный, это можно, да, отследить? То есть я не заказываю поднятие позитивного отзыва, но, естественно, на это намекаю. Ну да, конечно, вы им просто говорите, вот номер отзыва, его можно поднять. А там никто не разбирается, позитивный отзыв или нет. Но со стороны компании, пиар-менеджера, он же, конечно же, знает, где отзывы. И, соответственно, их он и поднимает. Понятно. Понятно, Виталий. Ну, если можно, давайте поподробнее, все-таки, да, побольше примеров. Мы должны сейчас озвучить, каким образом репутацией, так сказать, репутацией мы можем управлять, да. Да, здесь следует говорить о том, что именно управление поисковой репутацией. То есть тогда, когда мы набрали в Яндексе поисковый запрос, название компании плюс слово отзывы, и видим какую-то информацию. На эту информацию мы, то есть нам вываливаются 10 сайтов, предположим, да, в Яндексе. И мы должны как-то влиять на то, какие сайты сейчас там находятся. То есть там же может находиться и форум, и новостной сайт, и другой сайт, и третий сайт, и сайт с негативной информацией. Мы бы хотели, как компания, чтобы вверху был позитив, а все остальное вот где-то там дальше. Соответственно, это уже SEO-методы работы. Но есть такая штука, что чего бы я не рекомендовал делать в плане управления репутации? Я никогда бы не рекомендовал делать, когда у вас есть негативные отзывы на странице, не рекомендовал бы писать туда позитив. На эту же страницу. Потому что, во-первых, это будет развивать эту страницу и усиливать ее позиции, она будет становиться все выше и выше. То есть, допустим, вы увидели на восьмом месте стоит какая-то страница, и там прям плохой-плохой такой отзыв написан. Если вы прийдете туда и напишите, как бы официальный ответ дадите на этот негативный отзыв, вы можете это сделать. Некоторые компании такой подход приветствуют. Но если вы это сделаете, эта страница поднимется выше в поиске, соответственно, еще больше людей увидят этот негатив. А поднимется она почему выше в поиске? Потому что она стала активнее, что ли, да? Да, потому что это просигнализирует поисковику о том, что эта страница развивается, здесь есть люди, появляется новый контент, соответственно, желательно бы показывать это повыше. То есть это повлияет на восприятие. И есть такая штука, то есть когда, как вообще заказывать такие услуги, как управление репутацией, да? Если вы слышите от агентства рекламного, что оно предоставляет услуги по управлению репутацией в интернете, то уточните такой момент, что она именно будет делать. Многие компании предлагают такую схему, что они, например, находят на пятнадцатом месте какую-то страницу, которая позитивна, и предлагают поднять ее на первое место. Но даже если они это сделают с пятнадцатого места на первое, то клиент никогда не спрашивает, а что же будет дальше, когда эта страница появится на первом месте? То есть даже может прийти опять любой человек и написать негативный отзыв, что же тогда агентство будет делать? И вот агентство никогда не даст ответ на этот вопрос, потому что оно ничего не сможет с этим сделать. И тут вот такой момент. Обязательно спросите его агентство, что оно будет делать, потому что оно ничего не сможет сделать. И это важно, потому что срок, о котором идет речь при продвижении, допустим, с 15-го места на первое, это речь о месяцах работы. То есть, допустим, если агентство потратило три месяца на то, чтобы поднять эту страницу на первое место, а потом в один прекрасный момент приходит туда негативщик и написал негатив, соответственно, спрашивается, зачем делали всю эту работу. Работа на смарку, что называется. Да, то есть к коту под хвост. Поэтому здесь нужно искать другие варианты, и, например, есть альтернативный вариант, это как поставить контролируемые сайты отзывов. То есть это такие же большие проекты, как Елру, там также много тысяч разных компаний, там много разных тысяч отзывов. И в этот проект добавить страницу по вашей компании, соответственно, поднять ее в результатах поиска высоко, и тогда, когда туда придет негативщик, либо просто спам, либо, ну, действительно, может, такая информация, в которой очень сильно не заинтересована компания, да, может, она не имеет отношения к клиентам, может, она имеет к чем-то другому бизнесу общей компании. И хотелось бы, чтобы этой информации не было. И тогда, если эта площадка, она контролируется кем-то, ну, например, все репутейши, она контролируется, тогда эту информацию можно будет убрать. Ну, соответственно, мы, когда у нас есть отчетность, да, конечно же, перед клиентами, и мы делаем скриншот, то есть фотографируем, допустим, если негатив был какой-то где-то оставлен, мы его вырезаем, убираем с площадки и показываем клиенту. То есть тоже такая маленькая миссия, потому что мы хотим, чтобы клиент знал, какие проблемы у него есть, какой негатив у него есть, чтобы он мог как-то это решать, улучшать свои качества услуг, продукта и так далее, обслуживание клиента, но чтобы в публичном доступе этого не было. А, кстати, если говорить, вот в моменте, да, этот негатив появился, все-таки его успевает кто-то увидеть, да, пока он удален? Или есть какая-то премодерация, что называется еще? На некоторых сайтах отзывов у нас есть премодерация, но на большинстве сайтов нет премодерации. На самом деле у нас есть премодерация сделана с той целью, для разнообразия, так сказать, потому что бывает все-таки в интернете премодерация. Если бы у нас все сайты отзывов были похожи на друг друга, это было бы плохо. Ну, конечно. А так они разнообразны, то есть с точки зрения безопасности мы за ней следим. У нас это, если речь о доменах, то это всегда разные регистраторы доменов. Если это хостинги, то всегда разные хостинговые компании. Это, соответственно, разные IP, это разные системы управления сайтом, это разные дизайны. Ну, то есть кто в материале понимает, да, что все это реально, да, если это разные, если это разные, то значит это жизнь, это настоящее. Это настоящее, все абсолютно разное, единственное, этот человек просто не знает, что, возможно, здесь контролируется кем-то информация. То есть она здесь… Кстати, нет специального значка. Модерируется, контролируется. Модерируется. Нет, мы если ставим значок, то мы, например, кстати, у нас фишки по значкам есть, мы, например, можем на страницу ставить значок «Лучшая компания по мнению клиентов». То есть это такая штука, вот знаете, есть такие журналы, обзоры мобильной техники, мобильных телефонов, и там, например, написано «Лучший телефон по мнению редакции» или «Лучший выбор 2010 года». И вот кто назначил вот это, да, почему? Чей выбор это, да, от чьего имени? И вот на человека это влияет. То есть раз редакция этого журнала сказала, что, ну, это действительно лучший телефон, а почему бы и нет, да. Или известная реклама, да, там, «По мнению стоматологов». Каких стоматологов? Ну, это лучшая «По мнению стоматологов». Да-да, вот, кстати, недавно видел зубную пасту, и там на упаковке рисована женщина, и написано, где она работает, то есть прямой ее адрес в такой-то поликлинике неизвестной, и она вот рекомендует эту пасту. Хотя она вот такой же врач, как их миллионы там, не знаю, люди. Другой-другую порекомендуют. Ну, то есть это такая психологическая уловка, да, можно сказать? Да, главный факт – это рекомендации. А от кого – это вот уже такой второй вопрос. Если кто-то рекомендует, ну, наверное, да, это чего-то значит. Да, то есть просто так рекомендовать не будут. Ага, ага. Вот, если, кстати, говорить о заказном пиаре, да, о заказном негативном черном пиаре, то здесь, чтобы создать, например, заказуху, требуется очень мало времени. И, ну, естественно, CRPT не занимается заказным пиаром, то есть заказным черным пиаром. Это обычно там происки конкурентов, да, они заказывают, они сами пишут о других компаниях плохо. И вот от этого очень трудно избавиться, потому что в интернете, если говорить о поиске, там страницы меняются, то есть места их меняются достаточно долго. Они могут месяцами не меняться. То есть все стоит, может быть, замечали, там, например, пишем, там, в поисковой системе, там, купить холодильник. И вот все магазины, которые там стоят, они там стоят месяцами, годами стоят. И никого новенького там не пускают. Не появляются, да. А именно не пускают. Ну, это связано с техническими моментами, да. То есть поисковая система, кстати, еще пытается защититься вот от таких залетных сайтов. Вот, предположим бы, у вас было бы агентство недвижимости, вы думаете, так, сейчас я быстренько создам сайт красивый, привлеку пару клиентов и свернусь по-быстрому. И вот Яндекс все-таки заботится о своих пользователях. Он не хочет, чтобы такие сайты, которые не зарекомендовали себя, не прошло для них много времени, он не хочет, чтобы они быстро появлялись или высоко. А, соответственно, как он это может отслеживать? А он знает, когда эта страница появилась в интернете, соответственно, он считает время. То есть если для страницы не прошло, там, несколько лет, то по серьезно конкурентному запросу этой страницы никогда не быть высоко. Это как в оффлайн-бизнесе, да. То есть в оффлайне тоже нужно много лет, чтобы заслужить доверие. Соответственно, Яндекс пытается делать то же самое. То есть один из параметров выбора, да, при равных условиях, я выбираю компанию, которая давно на рынке, да. Она, собственно, сама об этом все время говорит. Мы долго на рынке, мы 20 лет на рынке. Это признак профессионализма. Все-таки с появлением интернета, там можно писать все, что угодно, и вот появляется все больше и больше недоверия к этой информации. То есть мы там долго на рынке, мы там, у нас столько-то того-то. Как это проверить, ну, достаточно проблематично, да. Особенно, когда сколько лет на рынке. Вот, поэтому, если говорить о заказном пиаре, можно организовать, то есть организовывается поток негативных отзывов, и вот справиться с потоком негативных отзывов, это задача такая серьезная, потому что это все не вычистить за один день, за один месяц. Здесь нужны кардинально другой подход. И кардинально другой подход заключается в том, чтобы поставить контролируемые площадки. Вот, например, что может быть контролируемой площадкой? Контролируемая площадка может быть даже новостной сайт, на котором вы разместили статью. Особенно это актуально, когда вы запускаете новый продукт. Например, он даже неизвестен в России. И позаботьтесь о том, чтобы какие-то СМИ опубликовали этот продукт с положительной стороны. Чтобы, когда в поиске будем набирать название продукта отзывы, чтобы были именно эти статьи, а не какие-то другие, которые могут быть на самом деле негативные. То есть нужно позаботиться об этом, потому что если об этом не позаботиться, то люди сами об этом позаботятся. Это может быть какая-то заметочка коротенькая. Главное, чтобы был позитив в ней. Главное, чтобы быть первым, занять тапки. Сейчас еще раз новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Последний кусочек у нас, к сожалению, остался. Мы сегодня обсуждаем тему управления отзывами в интернете. Говорим о репутации. А у меня в гостях Виталий Шендрик, Генеральный директор Агентства по управлению репутацией, seriputation.ru. Телефон студии 6510-996, код города 495. Вернемся к нашему разговору. Итак, необходим позитивный новостной фонд. Для этого мы привлекаем средства массовой информации. Да, привлекаем сайты. Кстати, вот сейчас вот только что была звучана программа «Лидеры общественного мнения». Кстати, вот кто задает тренд, кто задает мысль, как нужно думать. Кто эти лидеры, где их взять? И вот лидеры общественного мнения, они есть и в интернете. Как их определить, кто они, кому верят люди, а кому не верят? Есть такая штука, мелкая деталь. Когда мы общаемся на форуме где-либо, то видим, у какого пользователя сколько сообщений. Например, я вижу человек, у него тысяча сообщений на этом форуме. Я думаю, он знает что-то, он разбирается в этом. Например, если это банковский форум, например, банки.ру, то этому человеку можно доверять тому, что он сказал. То есть, если он сказал это, значит, этот банк реально хороший. Виталий, я хочу уточнить, сообщений от него или сообщений ему адресованные? Нет, сообщений от него. То есть, если то, что он скажет, будет воспринято большинством как достоверная истина. То есть, по-другому быть не может. Потому что он вот такой активный, да, у него тысяча сообщений. Да, потому что он разбирается в теме, он активный участник, и уж он тут точно не проплачен. И вот компании вот этим вот пользуются. То есть, так как это очень хорошо работает. Например, если есть какое-то большое сообщество, например, автомобилистов, да, то есть Автору, какой-нибудь форум большой, там есть большое сообщество автолюбителей, и, соответственно, мнением, которое есть в этом сообществе о всяких разных машинах, о компаниях, о товарах, которые продаются, есть какое-то мнение. И этим мнением нужно управлять с помощью только лидеров мнений. То есть, человек, если придет с только что зарегистрированным аккаунтом и напишет, что вот такая-то компания, это самая лучшая компания, мне так все понравилось, я там купил и всем рекомендую. Это не будет воспринято как достоверная информация, это будет воспринято как реклама. А вот если туда придет человек, который там уже два года на этом форуме общается и напишет то же самое, это будет уже воспринято по-другому. И вот компания этим пользуется. И вот это вот сейчас такой тренд, то, что вот далее в будущем будет развиваться, будет развиваться вот это вот, то есть где взять доверие, у кого его взять. И нужно как-то вот находить этих лидеров мнений, то есть вот в этом направлении будут развиваться услуги компаний, рекламных агентств. И вот сейчас первые шаги, которые делаются в автоматизированном таком виде, это вот, например, могу сказать, биржи рекомендации, вот лидеров мнений, называется commenshop.ru. Смысл в чем, что с одной стороны привлекаются люди, которые постоянно общаются на различных форумах, у них есть очень много сообщений, они там годами находятся, общаются, и им предлагается немножко подзаработать на их любимом деле. То есть они общаются, ну вот нужно просто упомянуть вот компанию, упомянуть эту услугу. — Ненароком, ненароком. — Да, просто обсуждается там ипотечный кредит. Ну вот скажите вот, что получали вот в этом вот банке такой-то продукт, и вам... — Но это нормально, ведь они могли не получать продукт в этом банке. То есть это уже какая-то такая... — Это вот уже, да, другой вопрос, но мы же здесь говорим о формировании мнения у общества, да, и все-таки не обязательно этому человеку там получать этот продукт, чтобы формировать мнение других людей. Поэтому компании этим активно пользуются. И вот если говорить о бирже, там, commenshop, то с другой стороны приходят заказчики, которые хотели бы выбирать, например, сайт большой-крупный, на котором бы они хотели, чтобы там поселились их лидеры мнений. И эти лидеры мнений видят, что так, вот эта компания хочет, чтобы ее упомянули. И я общаюсь на форуме, ну окей, я сейчас ее немножко упомяну, ну немножко подзаработаю, да там 200-300 рублей за сообщение компания заплатит этому человеку. То есть человек доволен, а компания довольна еще больше, потому что о ней говорит популярный человек. — Все довольны, все довольны. — То есть это как использование вот в оффлайне там звезд, публичных личностей, да, они, например, рекомендуют эту компанию. Это же не значит, что этот человек вообще пользовался этой компанией. Скорее всего и нет, ну так вот, подзаработали. — Особенно если человек часто упоминается в разных отраслях, тут он рекомендует эту строительную компанию, тут он рекомендует там Форекс, там он рекомендует еще что-то, тут уже появляются такие подозрения. — Да, что-то он очень активный, да, во всем разбирается. — Да, да, всем пользуется. — Всем пользуется, да. — Виталий, смотри, ты упомянул о том, что есть некие специальные интернет-ресурсы, которые собирают отзывы и которые формируют это самое мнение, а я так предположу, что социальные сети — это уже готовая площадка для того, чтобы это мнение формировать. — Да, социальные сети — это уже готовая площадка в том случае, если уже, если там есть живое сообщество. Если, то есть социальные сети — это же большое поле, да, и там есть свои сообщества, их много, разные всякие там сообщества, предположим, там автомобилисты, сообщества, строители, еще что-то такое. И если вы, например, пытаетесь говорить о своей компании хорошо, позитивно, в сообществах, где реально нет живых людей, то это вам не дает ничего, кроме как затрат на СММ, услуги, на работу человека, который вот там что-то писал где-то, а это ни к чему не привело. Поэтому здесь, когда говорят о репутации в социальных сетях, здесь много времени будет уходить на анализ, на анализ того, в каких сообществах нужно говорить, кто должен говорить, и потом отслеживать то, как распространяется эта информация. То есть, например, если про компанию что-то сказали, другие люди это прочитали, они могут там делать репост, делать лайк, рассказывать другим людям у себя там, у себя на страничке про компанию. Соответственно, это нужно отслеживать, чтобы понимать, куда расходится эта информация, во что она преобразуется. Потому что если здесь какой-то агент влияния сказал, что там эта компания хорошая, нужно у нее все покупать, то какой-то человек может не поверить этой информации и понести эту информацию в другое сообщество, где будет совсем развернуто все по-другому. То есть, будет обсуждаться, что вот там-то сказали так, а тут все по-другому. То есть, вот что-то такое может всплыть. Поэтому, говоря о социальных сетях, здесь нужно уделять много времени именно анализу. То есть, пониманию точному, фокусированию тому, где нужно опубликовать, кто это должен сделать, в какое это время должно произойти. То есть, вот... А есть места в интернете, ну, вот какие-то ресурсы в интернете, которые наиболее эффективны, вот с точки зрения формирования мнения, с точки зрения управления репутацией? Ну, о поисковиках мы говорили, может быть, они? Нет, здесь так не сказать, что вот в социальных сетях есть какое-то одно место, где вот можно там, кто угодно придет и напишет. Потому что для каждой компании, для каждой тематики, для каждой отрасли есть своя группа людей, свои сообщества, и она должна присутствовать в них, независимо от размера. То есть, если, например, я вижу сообщество в миллион человек, это не значит, что я пойду тут со своим продуктом туда, и меня там полюбят. Например, у меня, допустим, продукт ориентирован на людей, там взрослых, да, там от 40 до 55 лет. И если я пойду в какое-то молодежное сообщество, где миллион человек, а это вся не моя аудитория, то для меня это не принесет ничего. Мне нужно идти туда, где вот обитают как раз-таки целевая аудитория. Она может быть маленькой, но вот это как раз те люди, которые мне нужны. Поэтому здесь вот нужно анализировать сообщество, которое там присутствует. А насколько эффективно создание собственного сообщества? Ну, я так понимаю, что, опять-таки, чтобы оно стало авторитетным в интернете, должно пройти много времени. Да, формирование собственного сообщества, это уже на перспективу. То есть, когда компания думает о том, что она как будет делать через год, через два, ей, конечно, формировать собственное сообщество, это перспективно. Но если ей нужна срочная реклама, а как обычно, она нужна еще вчера была, поэтому можно использовать готовые сообщества, в которых уже много людей. Единственное, что сейчас развелось очень много ботов, очень много фейковой информации. Боты — это кто такие? Боты — это не живые аккаунты. То есть, это много аккаунтов, которые управляются только одним человеком. То есть, это такая сеть роботов, которые имеют какую-то картинку, фотографию. А смысл? А смысл в количестве. То есть, например, нужно сделать вид, что здесь много людей. Раз, пришло там пять тысяч роботов. И вроде как человек смотрит, и вроде как много людей на самом деле. А они при этом могут быть неактивны, да? Не обязательно от их имени постить что-то там, какие-то комментарии. Ну да, они могут быть неактивны просто для количества, но могут быть и активны. Они могут ставить лайки, делать репосты. То есть, какие-то такие действия, которые на статистику влияют. Но они доступны именно роботам, да, в автоматическом режиме? Ну, это задает их владелец. То есть, у кого есть сеть, он выставляет, что эти роботы должны делать. То есть, это какие-то обычные элементарные действия, которые не требуют интеллекта. Поэтому нужно анализировать сообщество. И вот с точки зрения анализа, можно, например, порекомендовать Jago Jam, есть такой сервис. Он как раз-таки позволяет понять, а есть ли в этом сообществе живые люди. То есть, потому что может быть написано 50 тысяч человек, но живых там 2,5 калеки. И поэтому сервис позволяет просканировать это сообщество, просканировать каждый профайл всех, кто присутствует в этом сообществе, посмотреть, когда последний раз он публиковал что-либо, посмотреть, когда он делал лайки, посмотреть, делали ли репосты, посмотреть, принимает ли он активное участие в жизни сообщества. И уже сделать вывод, куда отправить деньги на рекламу. В это сообщество или в другое. Виталий, спасибо огромное. Ну, очевидно, да, исходя из нашей сегодняшней беседы, управлять репутацией нужно. Это вещь. Бессомненно, и это все для успешных компаний. Виталий Шенри, генеральный директор агентства управления репутацией, серепутейшн.ру. Спасибо, Виталий. Спасибо, уважаемые слушатели. Всего хорошего, успехов в бизнесе.